Устанавливая рекорды и традиции. 29-я Берингия может стать новым рекордсменом имени Гиннесса, как самая протяженная в истории человечества гонка на собачьих упряжках. Нарты во главе с гонщиками пройдут более 2000 километров и дойдут до Чукотки. Предыдущий рекорд был установлен этой же гонкой в 1991 году. Удастся ли гонке превзойти собственный результат, мы узнаем в апреле, когда все каюры придут к финишу. Хоть праздник открытия Берингии и пришел к нам с опозданием, недовольных не было. Каждый нашел себе развлечение по душе. Открылся фестиваль красочным номером от танцевальных коллективов полуострова под названием «Легенда о благодатной Камчатской земле». В постановке артисты пофантазировали на тему того, каким был наш полуостров до момента географического открытия. Продолжился праздник парадом участников Берингии 2018. Всего в этом году 35 каюров. Но поприветствовать болельщиков вышло только 30. Пятеро гонщиков с Чикотки не смогли прилететь на Камчатку из-за плохой погоды. В этом году география участников гонки пополнилась новыми местами. Лукаш Вавра приехал на полуостров из Польши. Также есть один участник из Москвы – Вячеслав Демченко. Ну и 28 каюров представляет Камчатский край. Гонки многое меняется. Меняются маршруты, протяженность, состав и количество участников. Но не меняется одно – дух нашей берингийской семьи. И вы знаете, по-другому просто быть не может, потому что вот эти люди, эти герои Камчатской тундры, которые очень любят ездовой спорт, которые уважают традиции севера, и каждый год они выходят на маршрут навстречу серьезной, суровой камчатской стихии и побеждают ее. Пока каюры готовили себя и четвероногих спортсменов к гонке, для зрителей выступил особый гость с большой земли – певец и композитор Сергей Трофимов. Из-за переноса праздника открытия Берингии ему пришлось отменить несколько концертов. Но благодаря тёлкому приему камчатцев он об этом нисколько не пожалел. Собакам развлечения не так интересны, как людям. Их больше увлекает гонка и дух соперничества. Мохнатые атлеты с нетерпением рвались в бой. И вот он – долгожданный старт. «Четыре, три, две, одна, вперед!» «Давай, давай, давай, давай!» Не обошлось и без казусов. Собаки Ксении Хорошиловой запутались, поэтому стартовала она последней. Но это не помешало показать ей и ее гончим неплохой результат. Ну а пока помощники каюров успокаивали собак, свой путь завершал первый участник – Валентин Левковский. «Громче, громче, громче! Номер три! Валентин Левковский!» Но победитель определялся не тем, кто пришел первым, а по времени, за которое упряжка прошла дистанцию. И поэтому чемпионом стал Андрей Семашкин. Результаты гонки про лога определили места каюров на старте основной части Беренгии. Тот, кто пришел первым на Беренгии, будет стартовать последним. Кроме того, после гонки прошло награждение победителей и призеров детских стартов «Дюлин», которые прошли 1 марта. В этом году на старт вышло рекордное количество участников – 55. Победителям в каждой возрастной категории вручили щенка Хаски – будущего чемпиона. И кроме этого – еще море призов. «Да, Валерии не удастся все это унести в руках. Ей нужны будут родственники, я не знаю, помощники. Попросить Владимира Ивановича проассистировать». Основная гонка стартует 11 марта в Мильково. Каюры пройдут 25 контрольных пунктов. Самые крупные – поселки Ключи и Ассора, а также село Теличики и Каменское. Конечной точкой станет Чукотское село Марково. Ориентировочная дата завершения гонки – 10 апреля. Продолжение следует...